Ну что, соответственно, давайте с самого первого момента, это 2013 год, даже 2012 год, когда мы познакомились с Анатолием Георгиевичем Юницким. Тогда мы предложили ему провести финансирование или акционирование, или инвестирование, или запитать его деньгами с помощью краудинвестинга. Это был 2012 год. Потом мы снова встретились в конце 2013 года, и мы продолжили создавать эту систему, соответственно, продолжили ее развивать. И нельзя на 100% конечно сказать, что я создавал проект Skyway, потому что проект Skyway создал Анатолий Георгиевич Юницкий однозначно. Но определенная его часть, которая была связана с коммерциализацией, с маркетингом, с популяризацией, с выводом на рынок инвестиционный, в том виде, в котором он однозначно к этому приложил достаточно большую значимость Анатолий Георгиевича. Соответственно, вы знаете, можно о многом обсуждать, можно о многом спорить. Вот, например, в Футураме был такой интересный диалог, они спорили, кто создал человека? Бог, или эволюция, или макароны-монстр. И есть вопросы, в которых прийти к однозначному мнению достаточно сложно. Всегда будут несколько точек зрения. А есть вопросы, на которые есть однозначный ответ. Вот в Футураме был такой вопрос. Один бендер, робот бежит и говорит, меня создал космический бог. Он говорит, нет эволюции. Он говорит, ну, и начали они спорить. А на что профессор говорит, послушай, бендер, роботов создали люди. Он говорит, что это вы взяли? Он говорит, бендер. Это все задокументировано. Это все на видео снято. Тут не может быть двоякой трактовки какой-то. Поэтому есть вопросы, где можно о чем-то поспорить, а есть вопросы, где можно просто пролистать историю и все увидеть. Поэтому организация финансирования, это, ну, вот опять же говорю, кто старички, говорю, знают, кто, что делал. Просто мы стараемся не тратить энергию на конфронтацию и так далее. Я объясню, почему я сейчас здесь транслирую видео и так далее. Это все правильно написано в статье, вот того человека, это написал я. То группа Сергея Семенов, да, все верно. Эту группу я создал лично для того, чтобы популяризировать этот проект. Она была на какой-то момент основной, там транслировалась информация по этому проекту, но потом группа начала угасать. Но эта группа ведется, это моя личная группа, которая ведется пять лет. И я нейтралитет соблюдал всегда. Я никогда ничего не позволял. Сейчас проект настолько большой, настолько, ну, у него все хорошо, настолько я за него рад. И я при этом вижу, как группа угасает, я же вижу статистики и так далее. Но я знаю причину, по которой люди там находятся. Да, это проект Skyway. Но проект Skyway – это подмножество большой задачи. А большая задача – это улучшить жизнь всех участников проекта. Skyway, по моему мнению, один из лучших проектов, который принесет много пользы, который принесет много денег и так далее. Но это не подзадача. А задача – улучшить жизнь в целом. А это могут сделать и другие проекты. И поэтому, когда я увидел, что группа просто начала умирать, я решил ее оживить. Потому что там участники, которым я считаю, что, ну, я должен о которых заботиться. Потому что этих людей я в каком-то смысле собрал там я. Понятно, что при помощи продукта Анатолия Эдуардовича Юницкого, при помощи его разработки и так далее, и так далее. Но некие действия производил я, соответственно, туда же я их должен продолжать везти. Поэтому, друзья, кто не понимает, что происходит, вот эта вот смута, вы просто разберитесь, посмотрите. Крауд инвестингом в России занимаемся мы. Мы – та команда, которая, по сути, это слово, фразу ввела в России. Проекты, которые мы с таким с помощью развиваем, они есть разные. С кем-то у нас продолжаются отношения, с кем-то не продолжаются отношения. Но то, что эту кашу заварили мы, отрицать, ну, просто, не знаю, ну, невозможно, наверное, это достаточно сложно. Проект Symox, да, тоже вместе с Рубеном его развивали, и он прекрасно работает, функционирует. Там 34 компании получило финансирование. Понимаете, то есть мы это делаем не случайно, не нечаянно, просто мы меняем формы и так далее. И сейчас вот наш самый большой проект, который мы ведем, самый знаменитый проект, который мы ведем, проект «Двигатель Дуйнова». Тут прекрасный проект, который всех нас здесь сейчас собрал и которому посвящен этот вебинар. Поэтому, друзья, если есть вопросы, говорю, задайте мне их, напишите. Ну, так меня это все сегодня повеселило. Говорю, кому непонятно, напишите мне. Просто я хочу много времени данного вебинара уделять вот таким вот, таким статьям. Очень коротко о именно вот этих вот цифрах, о сутевых, об идеологических, потому что вижу свою роль больше вот в таких моментах напоминать то, чем мы здесь сейчас с вами занимаемся. Напоминать, что этот краудинвестинг, это именно то движение, которое мы создаем, которым мы занимаемся. Что цель краудинвестинга – это доступ к инвестиционному миру, доступ к инвестициям в большие проекты, в большие технологии, большому количеству маленьких инвесторов, которые раньше не было. Вот многие, говорят, даже не понимают, что до проекта Skyway не было вот этого огромного пласта людей, которые слово инвестиции теперь в целом знают, как-то могут куда-то что-то положить. И вот сход вот этих технологий, там, социальных, финансовых, соцсетей и так далее, позволил нам иметь доступ к этим инвестициям. Ну, говорю, приведу пример. Вот, не знаю, как в вашем детстве, но я всегда считал, что, допустим, вот человек, который ездит на Мерседесе Е200 или на новой BMW пятерке, это очень-очень богатый человек. И вот эта технология или вот это благо ездить на таком автомобиле доступна только богатым и очень состоявшимся людям, ну, какими я и все мое окружение не являлось. Соответственно, сейчас, чтобы ездить на BMW пятерке новой или на Мерседесе Е200, тебе достаточно быть зарегистрированным в приложении «Каршеринг Яндекса», и за 100 рублей ты можешь пользоваться данной услугой. То есть технологии изменились. Появились компании, которые использовали современные технологии, дали доступ к возможностям, которые раньше не было. Мы не создаем ни струнный транспорт, вот лично мы, мы не создаем ни асинхронные электродвигатели, мы не питаем иллюзии, что мы когда-то там сможем в этом разобраться, сделать. Наша компетенция – это другие технологии, это маркетинговые технологии, это социальные технологии, это финансовые технологии. Тот факт, что все вот это вот работает, это комплекс, очень большой-большой комплекс связки многих элементов, позволяющие иметь доступ, говорю, к тому, что раньше люди не имели, с другими деньгами абсолютно. В этом наша задача, в этом наша цель, а на второй части отвечу туда на вопросы.